Это обзор на наушники OneMore Sonoflow, и я, как вы поняли из названия, буду их в основном ругать. Но это неплохие наушники, и вы должны это понимать с самого начала. Это даже, наверное, хорошие наушники для кого-то. Вот только я натыкаюсь на ютубе на какое-то нереальное количество обзоров, и все техноблогеры и аудиофилы их только хвалят. И я не понимаю, почему они их вообще слушали, надевали, включали свои любимые песни. Слушайте, они паршиво звучат. Да, мы не будем томить интригу, эти наушники звучат довольно скверно. И из-за хрон этого ролика я попробую вас отговорить от этой покупки, если вы вдруг задумываетесь. А если не отговорю, то покупайте и кайфуйте. Заставка. Если мы не знакомы, меня зовут Саня, тут звукорежиссерский канал, очень душный и занудный. И на самом деле я персонаж довольно душный, не занудный. Поэтому мой взгляд может немного отличаться от взгляда обывателя, и уровень моих требований отличаться от среднестатистического. Но негодование мое не знает пределов, что даже я не поленюсь снять об этом целый ролик. Очень нетипичный для моего канала. Настолько они подожгли мою жопу. Возможно, вы резонно можете возразить, мол, Саня... Мы ж обычные нормальные люди, мы ж звукорежиссуры-то не ударены. Конечно, если эти наушники не стоят 150 тысяч миллионов, они тебе ни за что не понравятся. Тем более, они стоят всего лишь пятеру. Да, ребята, прикиньте, я купил их за 5 тысяч 400 рублей. Сущие копейки. И давайте мы будем каждый мой негативный аргумент отбивать их ценой. Хорошая идея. Хайпанем немножечко. Сразу отвечу, что я покупал эти наушники не для работы. Для работы наушники есть. Эти я себе брал, чтобы слушать музыку. Просто в удовольствие. И надевать их в шумных местах, типа самолета или поезда метро. Да, я в них проверяю работу, которую сделал, но для проверки музыки у меня есть AirPods. И не получилось. Да, я в них проверяю работу, которую сделал, но для проверки музыки у меня есть AirPods. Они очень специфично звучат, очень популярны, а значит, очень много людей будет потенциально с них слушать музыку. Поэтому я проверяю свои работы с AirPods. А с этими наушниками давайте разбираться. Смотрите распаковки, будьте на других каналах. Давайте быстро пройдемся. В комплекте есть кабель зарядки на Type-C. И кабель с миниджека 3,5 на 2,5. Купить новый можно. Не очень сложно, но труднее, чем просто миниджек на миниджек. Но они же стоят всего 5 тысяч. Дешевка. Я обещал быть снисходительным. Поэтому прощаем. Есть классный кейс. Если вы носите свои наушники в кейсах, я вот не ношу, я кидаю в рюкзак или в сумку просто так. Но он есть и приятно. Сами наушники из хорошего пластика, хуже, чем у VX1000 Sony, а у меня сегодня такие есть. Да, они значительно дороже, но вот соньки на ощупь прям вот, знаете, крепкие и богатые. А это какая-то имитация под что-то вот крепкое и богатое. Но они же стоят 5 тысяч всего. Я думаю, можем простить. Тайные знаки рептилоидов на купюрах. Они складываются как и соньки, то есть это довольно удобно. И классно. Элементы управления на правой чашке. Кнопку включения спереди я обычно сначала надеваю наушники, а потом их включаю. Кстати, когда включаешь, играет очень стрёмная музыка, и робо-голос девушки повторяет Бэттери хай! Бэттери хай! Если батарея действительно хай. Бэттери хай. Бэттери хай. Наконец-то я могу отсюда сварить. Е-мать. Записать голос настоящей девушке и сделать его приятнее, видимо, не удалось. Но они же стоят всего лишь пятерку. Потерпим. Так вот, когда я их надел и берусь за ухо, то на ощупь хочется, чтобы кнопка была где-то вот здесь. А она под мизинцем. Это неудобно. И очень бесит. Сами кнопки на ощупь самые дешевые, херовые, вот из всех вот самых китайских вот копеечных вещей с Алика, которые вы можете себе представить. Я знаю, что наслаждаться тем, как нажимаются кнопки на наушниках, это ну прям какое-то извращение. Но вот на Соньках кнопки нажимаются круто. А тут немножечко мерзенько. Тем более, что чашка работает как рупор, и все нажатия на кнопку очень громко слышно. Но они же стоят всего лишь пять тысяч. Сделаем им скидку. Это очень импортно для сегодняшнего экономии. Еще кнопки включения логично бы находиться вот здесь вот под большим пальцем, но тут кнопки громкости. А выше кнопка, которая отключает и включает шумоподавление. Давайте про него и поговорим. Шумоподавление здесь херовенько. Ну то есть как, она как бы есть, она работает, есть режим прозрачности, но он тоже, конечно, ничего. А вот в Соньках, а это третье поколение, даже не четвертое, гораздо лучше. Но они же стоят пять тысяч всего. Не забываем. Копейки. Есть приложунка под Android iPhone, тут есть базовые кнопки. Ничего интересного, кроме пресетов, которые предназначены для какой-то музыки. Мы про пресеты поговорим еще, а именно то, как они вообще не работают. Но тут приложушка простенькая. А чего вы еще хотели-то? Пять тысяч всего. За сущие копейки. В остальном, так как они сидят на голове, как они ощущаются, проблем нет. Они не давят, не натирают, при этом сидят довольно уверенно. А вообще, они довольно легкие, носить их весь день, на башке, больших проблем нет. По крайней мере, мне. Если вы хрупкая девушка с тоненькой шеей, возможно, это будет проблемой. Но я разные наушники носил. Эти ок. Заставка. Теперь перейдем к сладенькому. К тому, как они звучат. Я послушал их, подключая к телефону по блютузу, к ноутбуку по блютузу и по проводу. И во всех случаях, звук очень так себе. А как по мне, это главное в наушниках. Мне плевать, насколько они удобные, как они здорово упакованы. Если звук плохой, то и говорить тут не о чем. А звук тут плохой. Первое, что бросается в глаза и в уши, это что звук, ну прям из ведра. То есть очень много, 250 Гц и многовато, наверное, 400. А еще они заметно прикрыты поверху. То есть высокие прям обрезаны. Наушники и гулкие, и глухие одновременно. Причем гулкие частоты не только громкие, но и окрашены самими наушниками. То есть если убирать эти частоты в эквалайзере, который есть в приложенке, то лучше не становится. Наушники начинают звучать тоще, вместо того, чтобы переставать звучать как из ведра. Мне так надоело смотреть на ведра. То есть когда они звучат бестелезно, то звук как из ведра уходит. Это правда, но мне не удалось поймать баланс, где бы мои манипуляции с эквалайзером звучали хорошо. Эквалайзер просто портит звук еще сильнее. Если поднимать вверх, они становятся резкими, и все. Детальности не прибавляется. Это прямо магия какая-то. Я умею управляться с эквалайзером. На канале даже есть ролик о том, что это такое. Вот можете вот глянуть, если вам интересно вдруг. Вот подсказка. Мало ли. Но как бы я не крутил эквалайзер, когда я скидываю все значения в ноль, то они звучат просто лучше, чем с коррекцией. Если можно применить слово лучше гудящим наушникам, как из ведра. Короче, эквалайзер этот убивает и без того полудохлые наушники. Еще в сравнении с другими наушниками у них нет пинка у низа. То есть бочка не делает низкочастотный тык. Она делает... Но это просто странно. У меня есть с чем сравнить. И давайте я вам расскажу, с чем я сравнивал их звук. Потому что справедливости ради, надо сказать, что других блютуз наушников за пятерик у меня в сравнении нет. Все остальные наушники отличаются по цене и по форм-фактору. Они все разные. И поэтому я не могу до конца быть объективным. И пока вы не начали писать мне главный комментарий, мол... А какие еще наушники за пятерик ты мне найдешь, чтобы там было и блютуз, и шумоподавление, и пятое, и десятое. И вы правы. Все эти фичи очень важны. Но только после того, если наушники работают как наушники. А эти наушники работают, конечно, но звучат они крайне стремно. То есть прям плохо. Откровенно. Особенно это слышно в сравнении. У меня были вот такие вот соньки VH1000XM3. Вроде так они называются. Я отходил в них три года и купил взамен вот эти вот Sonoflow. Почему так случилось? Не очень интересная история. А вот если у вас такие же соньки, и они уже подустали, и вы хотите обновиться, и вот думаете на что... Вот не вздумайте. Вы прям вот разочаруетесь. Покупал я эти соньки тысяч за 30. Сейчас есть только БУ на Авито. Тысяч 10-12, наверное, они стоят. Пускай будет такая цена у них. У меня есть рабочие наушники, в которых я проверяю миксы на то, как они выживают в наушниках. Это Sennheiser HD 650. Это вообще супер студийная классика. Эти наушники выпускаются уже лет, наверное, 20. Это не самые лучшие наушники на свете, но они и вправду ничего. Сейчас официально они продаются по 35-40 тысяч. Покупал я свои лет 5 назад за 28 тысяч примерно. У них кастомный кабель. Если вам это интересно, то он прибавляет им 5% звука, а стоил 12 тысяч рублей. Ну такое. Не рекомендую. 3 из 10. У меня еще есть вот такие вот мониторные наушники. Они прикольно вставляются в ухо, но у меня в ушах не держатся совершенно. Это затычки. Они по своему устройству. Сейчас они нигде не продаются. Я не нашел актуальной цены, но я покупал их лет, ну не знаю, 8 назад. Тысяч за 5 рублей. Может быть за 4 700. Какие-то такие были деньги. И еще у меня одни аудиотехники есть. Этим наушникам уже лет 9. Они видавшие виды, как вы можете видеть. Это AT40X. Я покупал их тысяч за 5 рублей, а новые такие сейчас стоят 12 тысяч. Это очень меня удивило. Как же все дорого стало, боже. Ну и AirPods. Вы и так все про них прекрасно знаете. У меня есть и третьи, и вторые. Это вкладыши по своему устройству. Ну, кто не знает AirPods. Господи боже. Так вот, все эти наушники звучат значительно лучше, чем Sonoflow. Прям вот, ну, очень заметно. Вот в этих вот аудиотехниках, например, меньше низа. Прям заметно. Но они не спринимаются тощими. Они скорее детальнее, а не обезжиренные. Вот эти вот затычки звучат просто лучше по всем параметрам. Если бы они у меня из уха не упадали, была бы вообще жара. Вот эти вот Sennheiser'ы, они просто на расстоянии пропасти. Они слишком лучше. Во всем. Абсолютно. Ну, они просто совершаются в сравнении с этими гребанными, с Sonoflow'ами. Но все эти наушники проводные, а наш Sonoflow беспроводной. И я слушал их в сравнении по проводу и по беспроводу. Слушал Tidal, включал Хорезы, слушал Яндекс.Музыку, включал там MP3-шки, смотрел YouTube, слушал голоса, слушал подкасты. Короче, проблема подтверждается везде. И особенно она заметна на голосах. Если вы хотите слушать аудиокниги, подкасты или какие-то там интервью, то все люди будут немножко гудеть. Просто привыкайте. Даже AirPods'ы звучат гораздо приличнее. Прикиньте. В третьих AirPods'ах больше деталей и нет таких явных заваленностей спектра. Заваленностей... Заваленностей... Господи, как это еще выговорил? Заваленностей спектра. О боже. Чтобы не быть голословным, у меня тут есть оператор Кузьма. Он не звукорежиссер, обычный чел. Я дал ему послушать все эти наушники. Пожалуйста, поделись своими впечатлениями. Слушай, ну я послушал два трека из моего любимого альбома Eminem. Это легендарный альбом The Eminem Show. И я специально послушал тот, где очень много низа, и тот, где этого низа очень мало. Эти наушники не справились со вторым треком вообще, потому что в нем реально... Ты вот про эти наушники? Да, я вот про Sunflow. Потому что в этих наушниках реально очень мало низа, а середины и верха, мне кажется, там много, потому что там такие, ну... Ну типа, низа там недостаток по сравнению с остальными, а в Superman'е, наоборот, низа очень много, и когда ты слушаешь в этих наушниках эту песню, все становится таким вот неизбыточно гулким, как будто они нацелены, знаешь, на людей, которые ездят в приорах, слушают хард-бас, и стекла трясутся. Мне кажется, что вот поэтому они так популярны. На вот таких песнях, где важно слышать верх, например, они начинают прямо... Мне кажется, что они даже подхрипывать начинали где-то. Верхние звучат, короче, прям стрёмно. Слышно, что их не хватает. И за счет того, что низкие частоты задраны, то есть получается, что очень несбалансировано. В Sennheiser'ах все звучит максимально чисто, мне кажется. Вот это слушаешь, и ты понимаешь, как было задумано, чтобы это звучало. Если сравнивать с тем, как звучат Sony, они и на той, и на другой песне отлично справляются. По звуку они не такие чистые, у них тоже есть какой-то свой характер, но он как будто более подходит и для меня, и для тебя, как я понял, вообще для многих людей, скорее всего. То есть тебе они показались самыми плохими? Ну, из того, что я слышал здесь, конечно, да. Да, но если вспомнить, что я, например, слышал, слушал раньше там, да, вот, если сравнивать, например, с тобой, что ты сейчас спустился с небес наушников, а я поднялся из-за, да. Мне кажется, что даже за пять тысяч можно найти звук лучше, но отказаться, например, от шумоподавления. Вот, кстати, у меня были же Marshall, Meet, Bluetooth, что-то такое. И они звучали гораздо лучше. Мне не нравится, они не визуально, они только не звучат. Ну, не знаю, визуально. Marshall, да. Сидели они отвратительно, конечно, но выглядели, короче, классно. Короче, по всем фронтам это плохо звучащие наушники. Причем, ну, прям очевидно плохо. Это не немножко плохо, это прям, ну, говно по звуку. А по всему остальному, окей. Если посидеть в них минут 15, то привыкаешь к такому бычкообразному звуку и становятся более-менее нормально. Слушать музыку можно, жить с ними в целом можно. Я их купил для того, чтобы можно было летать в самолетах и ездить в метро или в общественном транспорте с включенным шумоподавлением. Мои наушники на повседнев это AirPods'ы. Так что мне пока норм, но желание вернуться на соньки, если честно, огромное. Вот подумываю над пятами. Но пока подождет, они слишком что-то много стоят. Если все мои занудные истории про звук вас не отпугнули, это для вас не главное, а удобство на голове и внешний вид важнее, и вы такие, да, я все равно хочу купить эти наушники, покупайте. Вам будет, скорее всего, нормально. Я не буду вас отговаривать. Тем более, что за 5 тысяч ничего похожее не купить. Отличная цена. Дешевле только даром. Это сделка века. Но если вы имеете уважение к своему уху, подкопите на соньки. Или на что-то посерьезнее. Если у вас уже есть вот эти вот наушники, и вам не кажется звук плохим, пожалуйста, пишите в комментарии и аргументируйте. Если у вас уже есть эти наушники, и вам кажется звук плохим, что он какой-то не такой, то тоже пишите в комментарии. Я буду читать, честное слово, у меня очень маленький канал, и я все комментарии читаю. А если вы постоянный зритель моего канала, то как вам новый формат? Делают ли еще такие ролики? Нужны ли они кому? Я делаю вот этот ролик просто потому, что у меня, ну, бомбануло. Я, конечно, ну, не ждал, что за 5 тысяч рублей будет что-то удивительное, но настолько плохо звучать. Ну, в смысле, я прям обескуражен, насколько они плохо звучат. Короче, пока что цели на такие же новые ролики снимать у меня нету. Но если вам зайдет, я МБ что-нибудь придумаю. А теперь по экрану бегут волшебные бусте-подписчики, которые поддерживают меня, мой канал и существование этого канала, и в том числе даже вот такие вот, ну, немножко агрессивные, злобные ролики. Я не хотел быть агрессивным и злобным, но, к сожалению, вышло так, что, ну, я прям очень ими недоволен. Причем я так понимаю, что тебе-то, ну, эти наушники не показались чудовищно плохими по звуку. Потому что мне они, ну, в смысле, мне прям, ну, сильно не нравятся. Они прям плохо звучат. А ты такой, типа, ну, они звучат просто не очень. Ну, мне показалось, что они не просто не очень звучат, они прям, ну, мерзотные. Прям вот плохо. Прям вот, ну, они гудят. Ну, вообще, ну, это просто, это гул. Они такие, ну, короче, не знаю. Они звучат, как будто ты записываешь в кабинке что-то, да? Хочешь сказать? Типа того, да. Слушай, ну, да, мне не показалось, что прям отвратительно. Но, типа, например, если бы я пришел в магазин и послушал бы несколько наушников, я бы их, скорее всего, не взял. Потому что, ну, я просто не люблю такое количество низа. Я не знаю, как вас еще убеждать, но если вы вдруг верите рандомному челу из интернета, это плохие наушники. Давайте так, это реально плохие наушники. Они скверно звучат. Все остальное в них классно. Вот, мне в них не нравятся кнопочки. И звук. Это все. Короче, давайте, наверное, не будем больше растягивать и без того огромный видос. Если чего, гляньте вот эти два ролика. Адью. Слушай, давай, ну, в случае у нас уже оканчивается ролик. Давай мы, короче, сейчас с тобой подключим вот эти вот наушники за 2000 рублей. Короче говоря, у нас есть еще вот такие вот наушники. JBL розовые. Они, на самом деле, дочери Кузьмы. Она в них сидит. Они стоят примерно 2000 рублей. Да, ты их покупал? Ну, я что-то их покупал, да. Там 1700, что-то такое. Давай попробуем их подключить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Короче, ребятки, эти наушники стоят 2000 рублей. Они розовые. Они детские. Нет, чувак, они не детские. Я их покупал себе. Все, ни слова больше, я понял. Ни слова больше. Короче, они звучат... Ну, давай так, они... Ну, я не могу сказать, что они звучат прям сильно лучше. Но после того, как ты их снимаешь, надеваешь вот эти наушники, ну, как бы говорят, 2000 рублей. Да, в них нет уж шумоподавления. Они не полноразмерные. Они не закрывают твое ухо полностью. То есть, нет вот этого. То есть, они весь как надеваются. Ну, то есть, они как бы... Вот, эти прям надеваются полностью, да. Как бы все классно. Причем, да, еще уже не сказал. Вот эта вот штучка такая мягенькая такая. Они прям вот... Ну, она прям супер приятная. Она на ощупь. То есть, она прям к ушам супер классная. Вот эта вот штучка сверху, она тоже такая прям супер мягенькая. Супер классная. Тоже сверху. Но по звуку, ну, вот они... Они проигрывают этим наушникам за 2000 рублей. Вот я поэтому и говорю, что, наверное, Bluetooth-наушники за 5000 рублей, которые вы найдете. Может быть, у них будет не так много функций. Но они будут звучать лучше. Если вам слушать музыку, то, конечно, я бы все-таки рекомендовал вам попробовать занять какой-нибудь большой магазин с наушниками. Ни на что не намекаю. Вот. И там попробовать поискать себе какие-то наушники поприличнее, чем вот эти. Вот. Если вам, ну, как бы... Если вам не слушать музыку, если вам нужно именно шум подавления и всякое такое, то, наверное, так. Сань, ты же тоже слушал. Поделись, пожалуйста. Да. Слушай, ну, такое чувство, как будто... Ну, JBL-ки, безусловно, они тоже красят. Чем-то. Ну... То есть они... У них тоже есть свой характер, грубо говоря. 2000 рублей, чего. Да, да. Но они не плоские, потому что те, мне кажется, более плоские, как будто. При том, что они хулкие, они еще плоские. Да, да, да. В них как будто меньше объема. И то, что мы сейчас слушали с тобой, все равно как будто что-то торчало в них очень сильно. Ну, не было, короче, удовольствия при прослушивании. Да. А в JBL-ках удовольствие есть. Короче, давайте, наверное, не будем больше растягивать и без того огромный видос. Адью.